С 2021 года условия трудоустройства иностранцев в РФ изменились. Поправки были внесены в Федеральный закон номер 115 ФЗ от 2002 года. Целью нововведений было усиление контроля, уменьшение количества нелегальных работников, улучшение условий работы для законопослушных граждан. Каковы трудовые права иностранцев в России? Категория иностранных граждан. Всех мигрантов, приезжающих в нашу страну в поисках заработка, можно условно разделить на несколько категорий – граждане стран-членов таможенного союза – Армения, Белоруссия, Казахстан. Киргизия, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, могут трудоустраиваться точно так же, как и обычные россияне, без получения разрешений, иностранцы которым для посещения России. Нужна виза дальнее зарубежье, должны оформить специальный документ разрешения на работу. Этим занимается работодатель. Жители так называемого ближнего зарубежья, которым визы не нужны, устраиваются на работу по патенту, получить который можно самостоятельно, обратившись. В органы ГУВМ МВД бывшая ФМС. С 16 июня 2020 года патент на работу стал вновь обязательным. Для граждан ТС. Возможности в трудоустройстве иностранцев в Российской Федерации несколько ограничены, при этом неважно какой категории принадлежат работники. Им нельзя устраиваться на государственную службу, занимать избираемые должности, работать в силовых структурах, секретных организациях, на оборонных предприятиях. Более никаких ограничений для граждан стран Таможенного союза при трудоустройстве не имеется. Им, как и гражданам России, нужно предоставить работодателю стандартный набор бумаг, паспорт, трудовую книжку, документы об образовании. Для визовых иностранцев. Въезд иностранцев из визовых стран, желающих устроиться на работу, ограничен квотами. Чтобы работник такой категории мог въехать в страну и начать трудовую деятельность, работодатель, только юридическое лицо, должен подать ходатайство в миграционную службу, чтобы оформить специальное приглашение, а также получить разрешение на работу. Но прежде работодатель сам должен выхлопотать себе разрешение на наем зарубежной рабочей силы в рамках квоты. Действует разрешение в течение срока, указанного в контракте, но не больше одного года, и привязано к определенному региону. Продлить его можно только при наличии оснований, например, если работодатель пролонгирует трудовой контракт. Переехать в другой регион, работать по специальности, отличной от указанной в разрешении, нельзя, нужно оформлять новый документ. Специалисты. Гораздо большей свободой обладают высококвалифицированные специалисты. На них не действуют установленные квоты, они могут менять место работы, а разрешение действует в течение трех лет, причем его можно продлевать множество раз. Заниматься оформлением документов в миграционной службе может как работодатель, так и сам специалист. Законом установлен минимум заработной платы для таких иностранцев от 58 500 рублей в месяц, в зависимости от сферы их деятельности. Зарплата указывается в договоре, что и служит подтверждением особого статуса специалиста для миграционной службы. Действительно ли принятый на работу человек обладает нужной квалификацией, определяет сам работодатель. Имеются преференции для членов семей иностранных специалистов, они также имеют право на въезд, проживание и трудоустройство без получения специальных разрешений. Патент. Патент нужно получать тем мигрантам, которым виза для въезда в РФ не нужна. Еще на въезде в РФ нужно написать в миграционной карте, что цель приезда – трудоустройство. Иначе разрешительный документ оформить не получится. Мигранты, которые пересекали границу под предлогом посещения родственников или туризма, а сами пополняли ряды трудяк-нелегалов, остались не у дел. Для мигрантов. Теперь с введением системы патентов, все иностранцы из безвизовых с России стран могут устраиваться на работу без учета квот. Таким образом, исключена возможная коррупционная составляющая, когда квоты выбирались фирмами-посредниками, торгующими рабочими местами. Ранее патент давал право на трудоустройство исключительно у частных предпринимателей и физических лиц. Теперь можно искать работу и в организациях, имеющих статус юридического лица. С другой стороны, патент ограничивает трудовые права иностранцев в РФ. Во-первых, это финансовые ограничения. За получение патента и его продление нужно платить. Сумму взноса устанавливает регион, поэтому в каждом субъекте РФ она своя. Кроме того, региональные власти могут регулировать численность иностранных наемников, самостоятельно увеличивая стоимость патента. Приходится платить и за обязательные экзамены по русскому языку, верно для всех иностранцев. Во-вторых, патент ограничивает право трудового мигранта на свободу передвижения. Место работы может находиться лишь в том регионе, где был выдан документ. Для работодателя. С ужесточением наказаний за нелегальный труд, работодателям стало не так выгодно нанимать иностранцев на работу, нужно получать разрешение, платить налоги, заниматься постановкой на миграционный. Учет. Обязательно нужно заключать договор в соответствии со всеми нормами внутреннего трудового законодательства. Это защищает сотрудника от возможного произвола со стороны работодателя. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!